Коллеги, добрый день. Снежана Владимировна вот к нам подключается. Пару минут, и мы начнем. Да, Константин, здравствуйте. Можно буквально две-три минуты? Дойду только, конкурс только закончился. Вниз схожу. Две-три минуты. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда начинать, да? Здравствуйте. Я думаю, уже можно начинать. Тут уже все свои. Постоянные вопросы. Поэтому сразу вам слово. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, начнем просто сразу с того, что, наверное, по следам конкурса, да, хотя потом мягко перейдем к оркестру, потому что специфика данной лекции все-таки духовой оркестр. Могу сразу о себе рассказать, чтобы было какое-то понимание того, что духовой оркестр для меня, он не то чтобы основа моей профессии, потому что основа моей профессии все же флейта. Вот. Ну, духовой оркестр проходила в консерватории дирижирование, правда, на отдельном факультете, то есть не как духовой оркестр, не как духовой дирижирование духовым оркестром, а как факультатив, а отдельную, отдельную, отдельный факультет. Вот. После чего очень много играла в оркестре, во всех оркестрах, которые только возможны, наверное, среди флейтистов, начиная с народным, симфоническим, и последние 15 лет играла в духовом оркестре. Профессиональный духовой оркестр, в котором гастролировала, ездила, объездили, наверное, всю Европу, что как бы точно сложно перечислить все, и, наверное, это не нужно. Но насмотрелся на духовой оркестре, на то, как там это все происходит, и в основном, конечно, на детские духовые оркестры. Вот. Потому что духовой оркестр, он подразумевает, что в первую очередь, конечно же, демократичность. То есть это огромные фестивали, которые устраиваются, даже это уличные праздники. Огромные фестивали в хорошую погоду, идут оркестры от детских, самодеятельных до профессиональных. Вот. И, конечно, общение с музыкантами, с дирижерами практически, наверное, всех стран. Оно как бы сформировало мое представление о том, как должен звучать духовой оркестр. Конечно, я мечтала о том, чтобы был духовой оркестр, которым можно было руководить, но долгое время, так как занимался сольной деятельностью, это было на втором плане сейчас. В этой школе, из которой идут сейчас курсы, и в которой проходит данный конкурс, конкурс Должикова, это школа, в которой я работаю и веду духовой оркестр. Вот. Это вкратце о себе. Вот. Поэтому я думаю, что если есть какие-то флитисты и какие-то здесь флитисты, педагоги, вообще, в принципе, наверное, здесь не только дирижеры находятся на этой лекции, да? Да, конечно. Вот. Ну, да, уйду где-то, может, и в техно-опрочие, какие-то моменты, вы можете со мной контактировать, общаться, потому что в основе я педагог по флите. Вот. И заведующее отделение, то есть могу много что рассказать вообще, в принципе, и в прошлом, буквально года 13, я была методистом в городе. Поэтому... Телефончик ваш вставите потом. Хорошо. Конечно, я вам даже продиктую, чтобы было бы проще, потому что совершенно еще... Еще начнем с конца тогда. Так как я работала много в духовом оркестре, духовой оркестр, ну, с хорошими корнями, с хорошим вообще, в принципе, отношением, с хорошей базой. У меня довольно-таки неплохая библиотека для духового оркестра, ну, не считая флейт. Вот это супер, поделитесь. Да, я могу совершенно спокойно поделиться. У меня, правда, все в Сибириусе практически. Но я могу даже программу поделиться, если это очень нужно. Вот. Абсолютно всем поделюсь, потому что... Ну, вот с конца, да, начинаем. Что трудность в чем? Что когда вот развалился Советский Союз, то у нас осталась вот та, те старые, на самом деле, очень хорошие партитуры, дирекционы, на которых мы базировались... Ну, это шло все от военных, так скажем, да? Что скрывать? Вот. И вот это все осталось, но это стало каким-то немножко уже другим прошлым, даже прошлым звучанием. То есть сейчас нынешнее поколение детей и взрослых хотят слышать другую музыку. И среди нас, среди оркестрантов, когда я работала, мы называли ее Шизгара. Ну, потому что хочется такие разбитные песенки. Детям это интересно. Играть только дети Капитана Гранта, ну, конечно же, не то. Поэтому, в принципе, у меня очень много партитур, довольно-таки много партитур, потому что много очень друзей дирижеров, и даже учеников есть уже дирижеры, потому что я работала в музыкальном училище, преподавала дирижирование, и они заканчивали уже военные факультеты и сами инструментуют. И, в общем-то, я могу сказать, вы можете обращаться по любому вопросу, потому что, ну, мы поможем всем, чем можем, мы ничего не скрываем. Абсолютно не закрываем, нет, это только наше, мы никому не дадим. Я наоборот, то есть приверженец того, что все, что знаю, все отдаем, потому что, конечно, духовое искусство, духовые оркестры, к сожалению, становятся все меньше и меньше. И для меня это, ну, хотя я в детстве не играла в духовом оркестре, но всю жизнь для меня это было каким-то тем настоящим, которое должно быть у духовика с детства. Получается, что даже переход мой из симфонического оркестра в духовой оркестр, когда я работала в симфоническом оркестре, я проработала там, не буду врать, около пяти лет, я перешла по собственному желанию в духовой оркестр именно по причине того, что я обожаю это звучание, потому что живее оркестр, чем духовой, не бывает на свете. Особенно, когда дети, и с их киксами, со всеми вот тем вот этим, то есть эмоциональная сторона духового оркестра – это неоспоримый, просто лидирующий фактор. Вот. К чему дальше нам перейти? Так, чтобы по сути, потому что пока все многовато воды, ну, перейдем к тому, что, как мы начнем с того, что, вот, допустим, духовой оркестр конкурса Должикова, да, как он создавался. Конечно, изначально инициатором, вот именно когда конкурс стал под эгидой благотворительного фонда Должиков, потому что пять конкурсов начальных – это был коммерческий конкурс, то есть он был просто открытый, московский, при поддержке, то есть на ним никакой шапки не было. И оркестр, который был якобы сводный, духовой в этом конкурсе, он в основном состоял из студентов или учащихся школы Гнесиных, либо училища. То есть как бы основной костяк этого оркестра был уже костяк, то есть уже дети, которые играют друг с другом. Когда мы ушли полностью под благотворительный фон Должикова, то есть этот конкурс ушел в эту стезю, встал вопрос, оставляем ли мы его и как мы это будем делать. И, конечно, полностью я поддержала и, конечно, взяла на себя, потому что это единственная возможность для детей из других городов поиграть вместе. Получается, каким образом? Что у нас идут отборочные по всей России, где мы якобы отбираем детей. Но это все настолько не основа, потому что дети, они то хотят, то не хотят, то приедут, то не приедут. Соответственно, надежды, даже если я говорю, что, допустим, Петрук Васе, он будет на первой трубе, как правило, оказывается, что он либо заболел, либо родители не могут остаться на весь срок, они приезжают на 2-3 дня и уезжают. Поэтому состав оркестра получается из тех, кто желает. Поэтому, как правило, на первых рядах у нас вы можете посмотреть наши концерты, которые были у нас последнего 2 года точно у нас на сайте благотворительного фонда, там, сводный духовой оркестр. Вы можете посмотреть. Первый ряд – это человек 40, это флиты. Дальше буквально может быть, ну, 5-6 кларнетов, саксофоны. При этом я вам могу точно сказать, это не лучшие дети. Это дети, которые просто хотят. Да, конечно, они конкурсанты, они жаждут этого, они привыкают к этому. И те, кто хоть раз сел в этот оркестр, они стремятся опять на этот конкурс приехать. Потому что, конечно, тот адреналин, который они получают на репетициях и самих концертах, конечно, не сопоставим ни с чем. И когда первый раз мы уже в рамках «Благодарин фонда» проводили этот концерт, первые репетиции, мы поняли, что этот оркестр будет очень долго жить. Пусть в этом году это, конечно, к сожалению, не состоялось, при этом мы написали совершенно потрясающие партитуры, переложили именно для нашего сводного духового оркестра, чтобы он как бы есть, эти партитуры. Они находятся тоже на сайте, эти ноты. Единственное, если вы хотите партитуры, вы уже обращайтесь лично мне, конкретно я вышлю их. Но есть вот ноты, произведения, которые писались для взрослых духовых оркестров. В принципе, мы это перекладываем уже для конкретных детей, чтобы было немного попроще. Дети, конечно, обожают это состояние репетиции три дня и два концерта. И поверьте мне, многие дети, приходя в этот оркестр, они даже партии не видели. И вот они приходят, они вообще не ориентируются. Конечно, много моментов, которых мы проблематичных, может быть, и дальше разберем. Но они не ориентируются ни в ритме, ни в штрихах, ни в строе. То есть они не представляют, как это, что играть вместе, голоса, то есть созвучие. То есть вот все эти моменты базовые, совершенно отсутствие представления. И, конечно, здесь... Но вина только того, что по России в регионах очень мало духовных, их практически нет. То есть все держится на определенных личностях, допустим, зная вот Свердловской области. Это даже не Екатеринбург и даже не... Я, к сожалению, не скажу вам точно эти названия. Поселков, где... Это где-то 100 километров от Перми и приблизительно, наверное, столько же от ЕКБ, что вот один человек, который учит детей от флейты до тубы. И он держит духа оркестра. И когда я слышала эти записи, я была совершенно восторгливada, как это возможно. Они приезжают на конкурс, они играют. Ну, очень понятно, что человек-медник не научит флейтиста все равно так, как это нужно, потому что тонкости... Так же, как я, не научат убийста, это точно. Ну, дыхание, может, там подскажу, еще что-то, штрихи какие-то, конечно, но нет. И вот эти дети, они садятся в оркестр, и вот дирижеры, конечно, делают чудо с ними. Ну, и сами дети делают это чудо, потому что они увлекаются этим. И им это нравится. И путешествовать нравится, и ездить нравится, и вместе нравится. Ну, нравится вот эта тусовка, так скажем. Вот, поэтому мы на конкурсе делаем особое внимание именно сводному духовому оркестру. Потому что в дальнейшем уже дети... Вот у нас есть такой Никита Агафонов из Архангельска, который ездит каждый год только ради этого оркестра. При этом он пришел в этот оркестр, ему было, ну, наверное, 10 лет. Маленький тубист, который из партии играл буквально в начале, прям буквально две-три ноты, я ему говорила, ты не играй все, ты играй первую и третью долю, если получится. Не получится, значит, только первую, и хватит этого. Вот, потому что, допустим, две тубы есть, одна основополагающая, другой вот... И вот сейчас последний конкурс, который был, это, правда, был 2019-й, он играл уже сам один, и он очень сильную партию, потому что он ехал ради этого конкурса, ради этого оркестра на этот конкурс. И в этот раз вот он был первый, кто написал огорчен, ну, как же я без оркестра. Вот, ну, наша задача, в принципе, мы очень хотим создать оркестр, не связанный уже как бы с конкурсом, чтобы он свое начало давал на конкурсе, а далее у нас есть такой момент, но нам помешала очень сильно пандемия, потому что у нас был ряд концертов с приездом детей, с их проживанием и с концертной деятельностью здесь, по Москве. Ну, к сожалению, сейчас очень сложно говорить об этом. Даже финансово мы готовы это сделать, но мы не готовы, нам не готовы дать площадки. Вот, к сожалению. Но мы развиваем это. Хотя бы так мы даем детям, которые приезжают из Феодосии и говорят, что вот только ради этого, потому что, ну, нет другого. И никогда не играли. И, конечно, духовой оркестр для духовика – это основа. Я даже могу сказать, что даже ансамбль не там. Вот сейчас в данный момент у нас в школе идут каникулы, по Москве идут каникулы с 5 октября уже, по 29 ноября. Мы уже просто не то, что изнываем, а просто уже вообще не знаем, что делать с этим. И дети учат партии, мы с ними разбираем, мы что-то готовим. И специально сделали им партитуру к юбилею. Ну, никак пока не получается. Ну, я думаю, что мы переживем этот момент. Вот. Это все, что касается духового оркестра в конкурсе. По поводу того, как проходят репетиции. И именно в этом сводом оркестре, потому что я потом расскажу, как в моем духовом оркестре, потому что в духовом оркестре, вот в моей школе, где я работаю, конечно, тоже все не очень гладко. Потому что этот конкурс был, этот оркестр был, здесь был очень хороший руководитель. Вот. Но претерпевали разные директора и изменения в системе. И, соответственно, очень много было потеряно. Ну, начнем с нашего сводного духового, Должикова. Ну, первое, наверное, что самое главное, я очень люблю дисциплину. То есть, конечно, дисциплины от, там, прийти вовремя, уйти вовремя, все это убрать, требовать от детей, которые приехали на конкурс, ну, сложно, так скажем. Но буквально в первой репетиции как-то обозначаешь вот эти вот точки, когда пришли вместе, ушли вместе, кто убрал, и как бы второй репетиции в конце уже происходит какое-то понимание этого. Потому что первая репетиция, сказали, что написано, допустим, в пять часов. Ну, кто-то в пять, кто-то полпятого. Это очень хорошо. Кто-то там ближе после пяти к шести. То есть, вот такая вот идет тягучка. Конечно, это вообще не вариант. Особенно для духового оркестра, который работает по расписанию. Потому что, если здесь мы можем, дети, ничем не связанные, родители как бы знают, что они приехали, и работа над ними не висит, мы можем поработать вместо трех часов и три с половиной, и все будут довольны. Наоборот. То есть здесь наоборот. Родители приезжают и хотят, чтобы ребенок вышел именно в это время, потому что еще уроки и так далее. Поэтому дисциплина, конечно, первична. Меня даже в школе на эту тему иногда так аккуратно ругают, потому что говорят, что нельзя так рано вызывать оркестр. Хотя я считаю, что если оркестр начинается в 17.30, то в 5 уже начинается сбор. Пульты, ноты, настройка, рассадка. Зная детей, насколько они разные, требовать от всех одинаково не получается. Дети все очень разнообразные и все по-своему хорошие. Я очень хорошо и люблю детей. Для меня нет плохих. Есть сложные дети. Ради этих сложных детей иногда приходится делать какие-то чуть раньше, чуть мягче или все время индивидуальный подход. Поэтому, конечно, дисциплина – это номер один. То есть то, с чего начинается оркестр. Кто дежурный по неделям, кто по дням и так далее. Кто ноты, что. То есть все должно быть в доступе. Естественно, со своей стороны я все перевожу так, как это удобно. То есть PDF-файлы, все партии отсылаются в чаты. Есть чаты детей, взрослых, родителей, где полный контроль и всегда находится тот человек, тот ребенок, который обязательно халтурит. Вы сами знаете. Особенно в мальчике. А духовой оркестр, он, как правило, состоит из мальчиков. Поэтому приходится тут пожестче иногда, совсем жестко, чтобы контролировать этот процесс. То есть на самом деле они ждут чего? Дети, которые ждут постоянного контакта. Те дети, которые все же по психологии даже, которые так ленятся, халтурят. Что это дети, которым нужно постоянно общение, контакт. Ну вот я стараюсь им давать его своим вниманием. То есть где-то остаться, поучить с ними партии. Вот. И что происходит у нас на сводном духовом оркестр? Конечно, все приходят. Первое, что это, мы начинаем с правильной постановки. Ну, опять же, постановка моя, оркестра, она исключительно из моего опыта и то, как мы раньше садились, и опыт того, как это будет звучать. Потому что, понаблюдав за многими оркестрами, конечно, я бы ритм-секцию от медных духовых далеко от аккомпанирующих, я имею в виду, не отсаживала. Потому что зал залу рознь и репетиционный точно так же, и вот это эхо, и вот эти вот акустические вибрации, оно, конечно, иногда очень сильно с запозданием идет. Вот. И опять же, бывает наоборот. То есть приезжаешь в зал, когда все хорошо выстроено и необходим объем, тогда я их рассаживаю. Но в основном репетиция идет, конечно, аккомпанемент и ударные я сажаю рядом. Трубы, естественно, в центре, так как это основа вообще духового оркестра, это пачка труб. То, что они должны играть аккордами, то, что это действительно специфика такая, что именно красота в том, что они играют вот в этом созвучии, как будто это одна труба, как орган, по сути, можно так сравнить. И эта группа является основополагающей. Даже такое мнение бытует среди трубачей, я, конечно, не трубач, я не знаю, но среди них бытует такое мнение, что играть в духовом оркестре трубачу намного сложнее, чем в симфоническом. Но на самом деле я соглашусь, потому что вся нагрузка в духовом оркестре ложится именно на трубачей. Ну вот, мы сели и начинаем репетицию. Конечно, я настраиваю каждого, абсолютно каждого под фортепиано, никаких гобоев, кларнетов и флейт нет. Все под фортепиано, под си бемоль. Мы настраиваем всех абсолютно, я каждого индивидуально подстраиваю. При этом в течение всей репетиции, естественно, когда я слышу и проверяю звучание каждой группы, естественно, идет подстройка. И первая репетиция это такая некоторая притирка детей, потому что дети очень, ну, во-первых, не все привыкли, во-вторых, разогреваются, не все разыгранные, да, во-вторых, настраиваются не все одинаково, кто-то громко потом начинает потише играть, поэтому подстройка группы идет на протяжении, наверное, ну, вот всей первой репетиции это 100%, ну, и вторая также, понятно, что, когда я со своим оркестром работаю, этот момент уже не так критичен, потому что они уже приходят, и они понимают, что как, какая настройка, особенно флитисты, ну, потому что у нас еще сводные большие ансамбли существуют, это когда уже в цельном духаум-оркестре, вот, значит, вот мы настроились, ну, и мы, конечно, в сводном духаум-оркестре не играем никаких разыгрываний, как это было принято, ну, потому что начнем с того, что сонно духаум-оркестре, времени нет на это, мы не играем ни аккорды, ни разыгрываем, мы сразу переходим к тексту, то есть мы пытаемся изо всех сил, я выбираю такие произведения все-таки, хоть и ритмические там есть, и очень сложные, но такие, на которых это очень хорошо прозрачно слышно, вот такой вот марш, как гусарский марш, да, очень в этом смысле самый, я считаю, позитивный детский марш, самый комфортный марш для звучания духового детского оркестра, вот, где все слышно, вот, мы пытаемся сыграть, конечно, я могу сказать так, что каждая первая репетиция заканчивается, значит, когда я ухожу с оркестра и прихожу там в комнату, я говорю, что все, ничего не получится, потому что такого еще не было, потому что действительно ощущение складывается, что я не соберу этот оркестр, это действительно какая-то дикая трудность, они не знают ни ритма, ни штрихов, ни нот, ни что, и я собрать это не могу, потому что звучит кто как куда гораздо, вот, но все равно начинается работа, первая работа, это, конечно, мы сразу переходим на группу, да, остальным где-то скучновато, понятно, и потом, да, вот еще хотел сказать по дисциплине, забыла, конечно, ну, во-первых, звездные дети приезжают, да, понятно, что даже если они становятся лауреатами, там, третьих, вторых, премий, четвертых, там, и дипломанты, неважно, они все равно приходят такие, что да, они значимые, они все умеют, они все знают, и они начинают выступать, ну, это, знаете, если кто-то из вас работал в любом оркестре, вы знаете, что сожрать дирижера, извините за выражение, сожрать, это норма жизни, обязательно надо его покушать, потому что, вот это, ну, потому что это основа вообще любого духового оркестра, я знаю сама, сколько я играла, и сколько мы их ели за то, что вот прощупывается, профессионален, слышит, лучше меня, буду я к нему прислушиваться или нет, то есть авторитет, не авторитет, и вот дети, особенно мальчики, особенно подростки, это прям вот наше все, то есть начинается вот эта вот борьба, то есть кто кого, ну, в этом случае я как бы не опускаюсь до их, так скажем, понебратства, то есть я исключительно задавливаю, ну, даже не задавливаю, а я их отвлекаю на то, что нужно к профессиональному, то есть мне неинтересно, что ты из себя представляешь, мне интересно, как ты это сыграешь, вот, и так как я все-таки много работала в духовом оркестре, и, конечно, основа строя, звучание групп, и, конечно, игра трехов, вместе ступили, вместе сняли, где какие ноты снимаются, вот вся репетиция первая уходит, конечно, на игру по группам, то есть мы выстраиваем строй, мы тренируем начало звука, хотя начало звука, конечно же, у всех разное, потому что у всех школы разные, я прибегаю к тому, что я объясняю дыхание, но объясняю это не так, что вот как вот я со своими флитистами вожусь очень точечно, и моя задача какая, из того, что было слепить, вот, соответственно, любым способом, вплоть до того, что я просто, они просто на меня смотрят, я изображаю, как я и где беру дыхание, то есть я с ними дышу, я с ними беру, я играю на том дыхании, и они, глядя на меня, так как они дети, они мне верят абсолютно, потому что за эти три репетиции, которые у нас есть, конечно, дирижер для них становится каким-то таким путеводным человеком именно на эти дни, вот, соответственно, практически все вступления, практически все штрихи, все снятия, я им показываю, я играю вместе с ними, только без инструмента, и руки, ну, как руки, не знаю, руки, это вообще, по-моему, так скажем, не первая, не первая необходимость для дирижера, наверное, как я вспоминаю, дирижера одного, очень старая запись была, он дирижировал не руками, а глазами, то есть такая энергия от него шла, такая энергетика, когда он мог просто, вот просто одним взглядом, и все, группа вся понимала, потому что, конечно, оркестранты и дети, они не сидят в развалку, потому что им кидаешь такой посыл, чтобы они вступили, и вот начинается с дыхания, дыхание, конечно, частично объясняю, что играть нужно на подготовленном вдохе, на подготовленном давлении, когда давление действительно есть, когда ты берешь вдох, делаешь задержку некоторую, и ты готовишь этот звук, то есть нельзя в последний, я борюсь с этим постоянно, даже вот свое, вот хуаум-оркестр, которым я руковожу, это проблема номер один у меня с мимиками, ну просто вот каждый раз я их просто, что называется, дрессирую, потому что флейты, кларнеты, ну флейты, понятно, они в одном классе, им проще, они уже знают как что, но особенно мальчики, разлягутся, эти телефоны, иногда я даже собираю в коробке телефоны, это какой-то страх просто, боже, что творится, запрещаю, вот, и они, естественно, в таком свободном, вальяжном состоянии, особенно мальчики, наверное, я так акцентирую на них, ну, это какой-то совершенно особый психотип людей, вот, мне они очень нравятся, потому что на самом деле это будущие мужчины, и они уже начинают себя вести в этом подростковом возрасте как мужчины, вот, но все равно вот эта мальчишеская, вот эта вот, какая-то бесшабашность, вот, и она в звуке очень сильно выражается, когда они просто практически из-под колена достают там трубу и пытаются извлечь звук, конечно, это нет, то есть, изначально все готовили к тому, что инструменты заранее, и смотрю на них заранее, и вместе с ними беру вдох, и мне, конечно, не до художественных образов, это уже я, как бы, делаю постоку, поскольку там, вот, я музыкант, я слышу, я что-то, вот, со сводом оркестром, но изначально, вот, конечно, чисто вот, я вот с ними все играю, вот, чтобы просто вот они вступили вовремя, и, конечно, вот, у флейт проще, ну, они по звукоизвечению попроще, вот, потише, кларнетов, по саксофону, совсем просто, прям вот даже вот, хорошо, вот, а вот с медными, да, с медными очень тяжело, потом они у нас сейчас совсем грубо в красной книге, поэтому мы их бережем, лелеем, и, конечно, вот с ними, да, то есть, отдельно прямо тренируем, дрессируем, и отрабатываем вступление и звучание, и единое звучание, вот сидит пять человек, они должны, конечно, едино звучать, в понимании, что это звучит пачка, все, инструмент, пачка, все, то есть, у вас нет ни второй, ни первой трубы, ни корнета, у вас есть пачка, тем более, что сейчас специфика все равно написания духовых оркестров немножко изменилась, и, потому что мы очень много играем развлекательной музыки, но это уже специфика, даже вот могу сказать, что, допустим, последнее, что мы делали, это Шахерезада Римского-Корского, мы переложили для своего оркестра, при этом их много всяких, вот этот Фергюссон, да, и у меня есть и оригинальное как произведение, для профессионального оркестра, вот этот Фергюсон, но духовый-то оркестр детский, это не сыграет, мы сделали в уменьшенной, такой, в упрощенной форме, вот его, и все равно умудряемся, вот на этих простых вещах все равно вот умудряются даже там не вступить как надо, и не сделать то, что написано, поэтому, ну, мы делаем все, чтобы духовые оркестры выжили в этой ситуации, вообще, вообще не знаю, жизнь, конечно, показывает обратную ситуацию, то есть, с медью все, она вроде есть, знаете, когда живешь в Москве, даже кажется, что да все, все хорошо, она есть, вот, но так как мы ездим много, я понимаю, что отдельные города есть на определенных личностях, на директорах это держится, в большинстве случаев это все, все рухнуло, абсолютно ничего нет, потому что раньше вот эти самодеятельные в школах, даже в домах, в кружках, в интернатах, везде были духовые оркестры, мы поднимали этот вопрос, сейчас это не то, что там, музыкальных школах, когда я устраивалась на работу в эту школу, что вы мне говорили, мне говорили, что тот духовой оркестр, который существует, он нам в принципе и не нужен, и вообще его нужно ликвидировать, на что я просто вот не постесняюсь, я встала на колени, вы только не делайте этого никогда, потому что разрушив единожды, вы не соберете это уже точно, вот, и, конечно, в нашем духовом оркестре мы, в моем вот, в моей школе, да, мы выживаем, потому что у меня нет тромбонов, у меня нет тубы, у меня в этом году первый раз появилась туба, второй класс, вы сами представляете, что это такое, мальчик, правда, очень хороший, Дима, и, но он второй класс, и он заикается, он только на тубе не заикается, вот, но, как бы, все равно не тянет, что я делаю, я сижу, и, у меня прекрасно есть, конечно, концертмейстер, оркестр, при этом я не пользуюсь иллюстраторами в оркестре, стараюсь этого не делать, потому что дети расслабляются, вот, но уж когда, ну, на репетициях точно нет, иногда бывает, но это прям буквально два раза в году, вот, и не на важных выступлениях, но просто надо для отчета, так скажем, иллюстраторам, хотя они числятся, вот, но всем зарплаты нужны, вот, но дети играют самостоятельно, потому что я не очень люблю, дети расслабляются, приходят иллюстраторы, они такие, а, все, нет, надо, чтобы сами, своими силами, поэтому у нас очень много групповых, и вот у меня нет совершенно тромбонов, что мы делаем, я перекладываю весь аккомпанемент концертмейстеру, это, это, прекрасный концертмейстер, она играет на синтезаторе, ну, к сожалению, так, я не люблю это все, то есть никаких синтезаторов, но это безвыходная ситуация, иначе совсем ничего не будет, потому что верха есть, трубы есть, слава богу, тоже, конечно, вот у меня сидит третий класс, труба девочка, ей 10 лет, ну, конечно, она молодец, очень старается, вот у меня две девчонки такие, но понятно, что она не основа, она не потянет эти трубы, и, конечно, дети постарше, а старше вот, они более, так скажем, не такие, не такие цельные, не такие целенустремленные, не такие дисциплинированные по отношению к изучению партии, вот, ну, поэтому вот мы таким образом выживаем, как можем, поэтому, ну, грубо могу сказать так, что, конечно, на, они выживаем, мы выживаем на дисциплине, первое, на энергии, которая идет от дирижера, и на, на профессионализме, то есть умение играть стройно, и умение, умение играть стройно, умение играть одинаковыми штрихами, даже если они не те, в любом случае, они должны играть их одинаково, и умение играть в ансамбле, то есть слышать, ну, минимально хотя бы свою группу, вот, флит у нас, конечно, много человек, 15, наверное, сидит, ну, как всегда, как везде, наверное, вот, кларнетов в прошлый год было много, в этом году выпусте составилось трое, из них тоже, два человека по 12, одному человеку 9, то есть, я думаю, что у многих именно везде такая ситуация, вот, ну, вернемся к нашим репетициям сонного оркестра, ну, первый день у нас проходит, так скажем, в познании нотного материала, мы пытаемся разобрать, ну, хотя бы одну или полторы пьесы, что-то собрать хотя бы, чтобы дать им понять, я по группам с ними прохожу, ритмы, ну, ноты все-таки нет, почему, потому что я говорю, да, здесь не то, посмотрите тональности, но как-то так получается, что все равно я их убеждаю на то, что до завтра у вас есть время, тем более, что оркестр начинается на, в конце второго дня прослушивания, как правило, уже большинство отыграло, у нас два дня полных прослушиваний, на третий день у нас остаются ансамбли, группа D, то есть такие, уже которые в оркестр в основном оси не ходят, вот, соответственно, я как бы давлю на то, что они сами, но при этом я с ними разбираю, вот, все там 3-3,5 часа репетиции, разбираю, вот, ритм, ну, и штрихи, то есть умение играть штрихи, потому что, конечно, не объясняю, наверное, как играть штрихи, потому что нет времени на это, но объясняю, просто объясняю, что вторая нота под лигой подснимается, что она такая же, как следующая будет, которая там, что если мы тянем четверть, то быстро пьес, то она ровно пополам тянется, то есть, ну, какие-то такие моменты, а дальше уже уши детей, которые сидят в группе, они, поверьте мне, очень обострены к этому, когда работа идет живая, они как на детской площадке, то есть, они сразу входят в этот, в раш, и пытаются изо всех сил повторить, что же играют старшенькие дети, там, группа С, 13-15 лет, такие тоже есть в оркестре, вот, их не так много, потому что основная, самая популярная группа, это группа А и Б, то есть, от, грубо говоря, лет 8 до 12-13 лет, это самая популярная группа, дальше уже, ну, взрослеет, и, ну, как-то, видимо, другие цели появляются, ну, вот, вот такой момент, вторая репетиция, которая начинается, уже, я разделяю на групповые репетиции, то есть, допустим, если репетиция начинается в 17-30, то мы начинаем делать с 3-х часов групповые, приходят флитисты, недолго, единственное, не муруи жуют, недолго, приходят флитисты, 45 минут мы с ними репетируем, заставляя их играть одним тоном, лучше ровным тоном, никаких вибрат, чтоб не было, потому что в оркестре, конечно, нет необходимости в этом, особенно в духовом, и особенно, когда сидит 15-20 флейт, это точно нет необходимости, если в симфоническом, да, то есть, получается, что первая флейта может спокойно вибрировать, то вторая, третья играет ровненько, это как бы нормально, то это даже основа игры, то здесь, конечно, это, нет, ровно, отрабатываем все снятия, все начала, то есть, все штрихи и ритмические рисунки, потому что нынешний репертуар, который есть, в принципе, востребован, и нынешним поколением все-таки мы не можем нашим навязывать, вот, он все, как бы на синкопах постоянных, то есть, вот это все время слабые, сильные, слабые, сильные, и поэтому для них это тяжеловато, потому что в основе обучения на любом инструменте, конечно, классические варианты, да, то есть, мы проходим кантилены, в основном первая, вторая, третья, четвертая, и синкоп не так много, а духовой оркестр, это, как правило, такая шизгара, это, как правило, такие развлекательного характера, очень демократичные пьесы, подходящие для всех, вот, и там, конечно, огромные разновидности этих ритмических рисунков, вот мы их и изучаем, потом приходит следующая группа, флейд, небольшой перерыв, буквально воды попить, перехватить родительский бутерброд, потому что родители сидят и ждут, никто никуда, всем очень интересно, вторая группа идет, потом уже начинается, ну, вторая группа может как разделяться, кларнеты и саксофоны, то есть они, конечно, играют вроде бы не вместе, потому что саксофон, функция духовой оркестры, опять же, везде по-разному, но вот саксофон духовой оркестры, он, конечно, придает мягкость, вообще, это уникально, что его ввели в свое время, потому что, конечно, до появления саксофонов, вот этот диск кларнетов, и я люблю кларнет очень, но все-таки специфика кларнета такая более сольная, вот, то мягкость, конечно, идет от саксофонов, и, конечно, они очень демократичны для улицы саксофона, потому что, если флейта, пикола, особенно это все, то есть заморозки, ну, все знают, наверное, в духах оркестра, кто-то играл, или когда замерзает инструменты, ну, и в принципе, все это не стройно, а саксофон, он очень универсальный инструмент, и очень правильный для духового оркестра, единственное, он в свое время очень сильно отнял лидирующее место у баритонов-теноров, и это очень, 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 для печально, потому что, конечно, тембр баритона никто не заменит, вот, а сейчас это, особенно в детском, духовом, если в оркестре, допустим, при школе, это еще возможно, потому что инструмент переходной от, либо к тромбону, тубе, да, то есть такой перевалочный инструмент, с чего желательно начинать, дырочек-то побольше, поудобнее будет играть, вот, конечно, то сейчас этого дикого, дикая нехватка, а этот тембр, ну, никто не заменит, то есть профессионально, а оркестр как существует, что играют тромбонисты, садятся на тенора баритона, играют тенор, это вообще, я уже последний раз тенор видела, наверное, даже вот в моем духовом, где я играла, работала в духовом оркестре, профессионально увидела, ну, лет, наверное, восемь назад, вот, после этого их не стало, оставили два баритона, и то, вот, не представляю, последние ребята, кто играет, а что дальше будет, то есть, удручающие, конечно, отняли функцию, вот, именно саксофона, то есть, сейчас пишут как-то так, что саксофон, они как бы в паре, и вместе с баритоном, и тенором, и вот они, вроде, если нет, то кто сыграет, но тембр никто не заменит, вот, и, ну, как бы, я, честно говоря, не представляю, как сыграть в городском саду без баритона, вот, вот как, ну, саксофон, да, это не то абсолютно, то есть, вот, и получается, что ты вываливаешься, ты сидишь в том репертуаре, который, вот, невозможный, то есть, классический духовой репертуар в городском саду, или, вот, эти, марши наши с трио, да, где мы должны проводить это трио на Тинрабритон, то есть, они у нас выпадают, либо звучат не так уже актуально, то есть, для меня это ухо режет, любой вальс ухо режет, там, допустим, вот мой любимый вальс «Грусть», прекрасные ноты есть, могу поделиться, и партитуры тоже, прекрасные, совершенные, написанные, и так вкусные, и все группы там играют так, что вот, ну, все прозрачно видно и слышно, а баритонов нет, и вот, пыталась я последний раз исполнить в нашем духовом оркестре, это играли саксофоны, я, конечно, отказалась от этого и отдала, ну, грубо синтезатору, хотя бы синтезатор, потому что хоть какой-то намек, ну, хоть на какой-то тембр, ну, все зависит, опять же, от синтезатора, у нас оснащение школы довольно-таки хорошее, соответственно, у нас не возникло с этим проблем, вот, так что перед информацией духового оркестра бывает, поэтому, конечно, репертуар, подбирая такой, средненный для сводного духового оркестра, где, где бы вот эти краски, они, ну, до такой степени было бы прямо вот совсем ухо-то резало, вот, хотя не хватает парковых вальсов и маршей, вот, ну, так что вторая репетиция проходит уже как, то есть, как мы отвели две групповые, последняя сводная, вторая сводная репетиция, уже более или менее они уже знают и мы уже смело переходим к третьему произведению, к четвертому, который потихонечку также компонуем, вот, и уже первое, второе, ребята очень большие, молодцы, конечно, собираются, сконцентрируются и уже более или менее что-то звучит, вот, но, конечно, на все равно основу я, в зависимости от того, какая у нас, какой у нас аккомпанемент, конечно, я все равно подстраховываюсь синтезатором, правда, на последнем концерте, последний, 2019-й конкурс Должикова синтезатора не было, то есть, это было очень приятно, потому что пришли все инструменты, были хорошие тубы, правда, последний тубист на последний концерт не пришел и все взял на себя такой Никита Агафонов, молодец, большая умница, вот, почему не было, ну, уехал, такое случается, то есть, ты должен все просчитать, потому что, как правило, на последний, например, два концерта у нас происходят, на предпоследний бывает, на последний нет, и, конечно, подстраховываюсь синтезатором, вот, потому что, мало ли что, у меня всегда заготовлен аккомпанемент отдельный, я это делаю тоже в Сибелиусе, сама я Сибелиусом владею постольку-поскольку, это очень любительский вариант, сама я могу набрать, но это все так очень медленно, и, ну, в общем, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, мне не хватает времени на это, и, как-то, не пошло этот процесс, но, такие минимальные вещи, вот, как, допустим, изменить и переложить тромбоны на фортепиано, вот такое минимум какое-то я могу сделать, перестроить партитуру, где-то приподнять куски, где-то опустить, ну, то есть, потребительский вариант знания Сибелиуса, и, если интересно вообще по Сибелиусу, как нужно делать, у меня есть видеоуроки, видеоуроки моего очень хорошего друга, я могу скинуть ссылки, он там так все подробно описывает, и, мой очень хороший друг, он мне очень помогает, он делал это тоже, вот, в пандемию, когда мы сидели, марат, апрель, он сказал, апрель-май, и он говорит, что, давай-ка, мне все равно скучно, я запишу это, и он сделал, выставил это в Ютубе, прям умница, вообще к нему по любому вопросу можно обращаться, глубоко идейный человек, так что это тоже, возможно, могу выслать, эти ссылки собрать, он как раз там объясняет, как ритмы накладывать, как вот, ну, это все к вопросу техники, вот, и, конечно, основной момент, кроме аккомпанемента, которым я подстраховываюсь синтезатором, конечно, я, это, конечно же, ритм-секция, то есть, вот это та бригада, которая должна быть просто абсолютно, это основа для всех детей, потому что, вообще, я сколько вот гастролировала, знала, я всегда видела, что отсутствие, допустим, хорошей ритм-секции, к чему приводит, и наоборот, очень довольно-таки средний, духовой, детский духовой оркестр, и совершенно феноменальная просто ритм-секция, которая держит этот духовой оркестр, и не только держит, но играет динамику, что очень сложно, а ведь на самом деле именно они делают эту дикую динамику, почему, потому что, ну, флейта, динамика, это вообще просто, аномалия, это практически несовместимая вещь, потому что флейта динамически очень скудная, она, это возможно, но в основе духового оркестра, это поверьте мне, ну, по крайней мере, сколько я знаю, это практически равно нулю, потому что объема мало, вот, все, что касается труб, да, у них есть, но тоже объем, и вот этот объем создает, конечно, ритм-секция, поэтому она должна быть оснащена по полной программе, вот здесь нужно не пожалеть ни сил, ни усилий, это как минимум три ударника, это точно, это обязательно отдельный большой барабан, обязательно отдельный малый барабан, на все случаи жизни, потому что, как мы играем, допустим, марш, это в одном стиле, и как мы играем шизгару, это ударная установка, это точно, плюс отдельная тарелка, вот, у нас последние ребята, которые были, они были, очень хорошие, она тоже дирижер, в Сургуте, вот, Татьяна, и она очень помогала, сама она ударница, но она там ведет, у нее губернский духовой оркестр в Сургуте, и вот она очень сильно помогала руководить этим процессом, там, потому что, ну, как бы, пока ты собираешься, тут флейт, пока тут трубы, пока тут кларнеты, которые смотрят на тебя, как на Ленина, и смотрят, когда же я им покажу, да еще, когда я их сниму, и каким штрихом надо сыграть же, все просто на руках висят, и вот она очень сильно помогала, то есть, вот именно этими ритмическими рисунками, вот именно динамическими, и, поверьте, вот, как бы, знаю многие оркестры, основа это, конечно, ритм-секция. как они ее, как они ее, вот этот объем преподносят, как они его подают, вот так духовой оркестр слушается. Сейчас очень модно еще бас-гитару сажать, ну, типа, нет, тубы, или есть тубы, но вот бас-гитара, а потом, ну, туба, да, понятно, она все не сыграет, а бас-гитара абсолютно, там, допустим, пьесы каким-то, Майкл Джексон, там, у нас есть такие пьесы, приложения, вот эти вот песен, популярных очень, иностранных. Все снова на бас-гитару. Честно могу сказать, я отношусь к этому, сама играла в оркестре, и знаю, что бас-гитара провоцирует, вообще, вот эта вся группа, я называю ее heavy metal, это когда гитара, не акустическая гитара, аккордовая гитара и бас-гитара, они, конечно, дают такой перегруз, и в эту основу, если еще садится вот эта heavy metal, ударная установка, ну, это уже не духовой оркестр, это такой жескач просто, потому что, конечно, специфика духового оркестра играть очень мягко, нежно, резать не нужно, то есть понятно, что когда мы должны играть быстрые пьесы, и они четкие такие, с хорошими снятиями, но это в любом случае на штрихах играется, но никак не на массовом лае, вот в этом вот, поэтому, конечно, бас-гитара и все гитары, они очень сильно перегружают, я не прихожу к этому, хотя в нашей школе есть возможность, у нас есть хороший бас-гитарей, но мне говорят, давай-давай, я говорю, нет, лучше контрабас, вот, конечно, потому что такая провокация, я труп все время пытаюсь, чтобы они играли аккуратно, чистенько в пачке, следя за началом, за окончанием, за ведением звука, и вдруг вот этот бас, который искусственно дает, даже, ну, что его убавить, ничего не приведет, все равно он звучит это очень грубовато, ну, потому что я просто не знаю, у хороших, ну, мне кажется, это немножко не по природе, вот, и, конечно, провокация грубого звучания духового оркестра, вот, как мы сыграем вальс в грудь, когда у нас тут такой, вух, просто огромный звук идет, вот, соответственно, отказываемся от этого, и основу вот этой динамики я выстраиваю именно на ритм-секции, то есть большой барабан, который должен уметь играть марши, там определенные правила, как мы их играем, вот, динамически следим именно, потому что все как, у нас нод же нет, у нас пишется, допустим, вот у меня тоже, кстати, такой же вариант, то есть партитуру пишем, а ритм-секция, ну, типа и так понятно, ритмы там, простучите какие, а на самом деле вот и так понятно, непонятно, потому что динамически они раз, три, раз, два, три, то есть они стучат по ББ и не исполняют никаких динамик, то есть вот ритм-секцию отдельно оставляю после второй репетиции, и мы с ними все это проходим, даже специфика звучания колокольчиков тоже очень, ну, велика, потому что она придает вот такое, такое хорошее очертание оркестру, даже пиколка такого не придает, флейт пикола, хотя всю жизнь играла на флейте пикола, и, ну, в оркестре, в духовой, ну, конечно, понятно, что я солировала и на большой флейте, но любила очень пикола, потому что вот этот вот, вот эту вот грань, когда идет ритм-секция, вот эта малая медность, ну, я имею в виду аккомпанемент, даже туба и тромбоны, и волтор, немножко другое, и, конечно, пиколка, вот это вот, 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 звучать, когда пиколки нет, то оркестр звучит, такое ощущение, что без крыши он стоит, вот, поэтому пиколка, конечно, должна играть громко, как будто по стеклу резать, но, конечно, настроена, таким четким звуком, окантовочкой такой, вот, а потом очень часто мы ходили, когда, парады духовых оркестров, может, вы знаете, да, видели, когда в Европе этого огромное количество, в одном из таких парадов я участвую, запомнился, потому что это была Испания, и количество посетителей было более полутора миллионов, то есть меня это совершенно поразило, то есть насколько они относятся, для них это праздник, и шли оркестры друг за другом, и стал вопрос о том, что мы пойдем как стадо, просто скучно под ББ, и сказали, давай нужно сделать очень, как бы разнообразные, не военные строевые, но разнообразные мелодии, которые флейта играет, флейта пиккола плюс ББ, вот, ББ вот с этими, со всеми вот этими установочными, там малым, ну, грумалым барабаном, хотя там вот эти вот, забыла я, как называется их, очень много тут на поясе висят, вот, и мы играли, и вот я, и Майкл Джексон, и Квины, и все, вот все, что возможно, я играла, вместе с ББ, конечно, и вот это производит впечатление, вот это, вот эти крайние, но это, в принципе, культура игры в всех духах оркестра, военных до революционных, это было всю жизнь, и все сейчас штатовские, американские оркестры тоже это играют, только у них там еще более интересно все, потому что, конечно, культура у них, игры на духовых, немного другая, повыше, вот, и, ну, вернемся к третьей репетиции, к третьей репетиции мы, конечно, уже проводим на сцене, когда мы пытаемся, вот весь этот объем, вся эта культура, звуковосвещение, потому что, конечно, это все зависит от дирижера, как мы это компонуем, потому что звучание в разных залах разное, может быть, наоборот, тише играем, может, наоборот, чуть погромче, кого-то поднять, кого-то подприжать, кому-то аккуратненько, вот, вот, как бы, дальше уже идем на последние концерты, еще раз репетиции, концерты два, вот, что касается работы духовым оркестром, который, назовем его штатный детский духовой оркестр, я уже вам рассказала, что в оркестре у меня нет аккомпанемента, к сожалению, поэтому, как я занимаюсь, конечно, я не пренебрегаю групповыми, они есть всегда, но, я не знаю, как у вас, у нас, в принципе, понятия духового оркестра, сводной репетиции, в расписании не существует, то есть, она у нас прописана, как все, только три групповые репетиции, два раза в неделю, три групповые репетиции, то есть, грубо говоря, у меня оркестр два раза в неделю, с 17.30 до 20.00, вот, конечно, как бы, это уже на усмотрение дирекции, идет на то, что, конечно, мы все понимаем, что играть только группами, это утопия, ну да, ну выровняли мы группу, делали штрихи, а вместе мы не умеем играть, вот, поэтому, какое-то время, я, какое-то время мы, допустим, там, неделю, полторы, максимум две, просто это вот, с таким натягом, это уже с курсом становится, мы разбираем тексты, потому что, у всех уровень очень разный, и сказать, что уровень блестящий, я не могу сказать, обычная штатная школа, выживаем как можем, учим всех подряд, но не флитистов я имею, конечно, флитистов есть конкурс, колорентистов, у трубачей нету практически конкурса, поэтому я стараюсь как, на вступительных экзаменах, конечно, лучших детей я отдаю трубам. Наверное, это не плюс и мне, потому что мне приходится учить обычные, ну как бы, ну почему, потому что оркестры, то есть основы, это оркестры, это, конечно, трубы, баритоны, вот те, которые у меня есть, тенора есть, вот, и, конечно, мне важны они, потому что сфлитит, я научу любого играть, и, в общем-то, главное, чтобы ребенок, у ребенка была, были родители, которые будут отвечать за это все же, помогать нам в обучении, и маломайские хоть какие-то способности, ну хотя бы память, потому что, конечно, сейчас у детей как-то с памятью совсем плохо, то есть я помню, когда мы детей принимали 20 лет назад, я уже давно работаю, может быть, как бы не видно, но давно работаю по флете, 19 лет, то есть уже вот 21 год, и вот я помню первое вступительное, когда дети действительно, то есть им играешь, допустим, квадрат, два такта, и они его поют, в принципе, то есть сейчас это проблема номер один, мне кажется, все-таки это какие-то изменения уже связанные, наверное, уже не столько, дети-то не глупее, но память у них плохо развита, наверное, с тем, что, конечно, развитие детей с планшетами и так далее, я не против их, но все-таки она дает какое-то неполноценное развитие, вот, соответственно, дети очень плохо запоминают аппликатуры, прямо беда, у меня есть дети, вот сейчас я перешла как бы уже на, ну, потому что состав Духового оркестра, это основа, это, конечно, дети, и дети, которые не запоминают аппликатуры, я вот, я даже не знаю, как классифицировать их, кроме как это мой крест, надо его нести, вот, но, грубо говоря, я вбиваю это, изо дня в день, и родители вбивают, но дети, это просто вообще никак, как-то вот лет 15 назад такого не было, сейчас это вот просто вот, в потоке обязательно один-два ребенка будет, ну, я имею на отделении, на отделении у нас 70 человек, 70 детей, из них 18 флетистов, даже, наверное, 20, у нас два педагога, вот, и кларонетистов человек 15, и вот ударники, где-то человек 15, и вот остальные медные, у нас два трубача работают, к сожалению, нету специфики тромбон-туба, вот трубачи учат, и туба кто-то переходит, ну, в общем, выживаем как можем, школу нам не, нет возможности взять педагога, потому что спроса нет, когда произошли 90-е годы, произошел очень дикий провал, перестали идти, мы даже помним, я сама в 95-м заканчивала училище музыкальное, я помню, что в 96-м, когда я ходила наступительную в консерваторию, ну, просто послушать, я понимала, что вообще практически никто не поступает, то есть переставали идти в школы, в этом высшее заведение, соответственно, дикий провал произошел в музыкальных училищах и музыкальных школах, соответственно, это поколение выросло, это поколение, которые не знают вообще, как выглядит труба, и это беда номер один, то есть объяснять, как это труба, социализация, вот это все, мы, конечно, пытаемся как можем, и ходим, играем по садикам, приглашаем, но сейчас в эту пандемию вообще все парализовалось, но у нас обязательно в году концертов 8 в садиках, в садиках, обязательно в школе приглашаем духовые оркестры, к нам приезжают, играют, то есть вот эти мероприятия, которые мы организуем, всякие духовые мастер-классы, вот я организую, вот Сала Олега, постоянно кручу-верчу, чтобы что-то в школе какая-то движуха происходила, потому что от, конечно, отчетные концерты, академические концерты, их просто несметное количество, не считая концертов, которые происходят в Дню матери, к победе под Москвой, значит, я не перечислю их, каждый месяц по 4 минимума концерта происходит, и вот это бесконечное, конечно, это очень тяжело, это текучка такая, что я иногда просто думаю, когда мне программу с детьми учить, когда бесконечный концерт, тематический, когда ты должен что-то все время готовить, какие-то тематические номера, и у нас даже сейчас, то есть мы записываем салоны, сейчас у нас День матери, из дома, то есть минусовки, все это все равно происходит, но это для того, чтобы хоть как-то людей образовывать, потому что, конечно, приходят родители, наступительные, вот они, я хочу флейту, я говорю, а почему флейту? Ну вот флейту, вот такой хороший, я говорю, а трубу, ты знаешь трубу? Нет. Начинаешь объяснять, вот труба, снова там аркет, ты представляешь, девочка там трубач или что-то, и дети, уходят, а родители не знают, мы не знаем, как они, я говорю, ну давайте так договоримся, что вы уходите, смотрите видео, а мы ваши, вам результаты все, как бы, расскажем, потом мы им перезваниваем, мы говорим, ну как, да, очень понравилось, да, мы очень хотим, то есть на самом деле, отсутствие информации, при этом, как бы кажется, что в Москве очень много, да, в Москве много информации, но при наличии такого количества миллионов проживающих в Москве, отсутствие информации, потому что все очень узкопрофильно, вот выйдем сюда, вот ближайший двор, и никто, вот спросите первого встречного, никто не знает существования, что такое волторно, например, что это один из самых красивых инструментов духовых и сложных, я имею в виду, медных, вот, вот на эту тему работаем, и, конечно, таким образом, может быть, мы придем к тому, что спрос на тромбоны и тубы возникнет, вот, и тогда все-таки, но это все долгое-долгое становление, отделение, становление духового оркестра, потому что основа, конечно, отделения, это духовой оркестр, ради чего они здесь, и не ради, конечно, только специальности, не ради ансамблей, вот, потому что это настолько сплочает всех детей, они друг друга знают, они такой крепкий костяк, особенно, когда вот мы ездим на мероприятие в этом году, к сожалению, мы не ездим никуда, хотя у нас был запланирован конкурс, на который мы должны были поехать, и 9 мая всегда мы играем, детскими духовыми оркестрами возле поклонной, у поклонной горы, такие сводные духовые оркестры у нас, это такая малая доля того, что хотя бы можно было бы сделать, вот, это, конечно, сейчас вообще сложно все это сказать, ну, вот, таким образом проходят у нас все репетиции, дальше с оркестром штатным, которым, конечно, я отрабатываю дыхание, я учусь дыханию, как брать, я учу, как играть штрихи, я рассказываю им про произведения, потому что, почему, потому что те произведения, даже которые мы берем, они имеют свою историю, историю жизни, историю, историю настоящую, историю энциклопедическую, то есть, допустим, вот, последний раз мы играли, готовили посадобль, к 9 мая, мы его все учили, выучили, но не состоялось, я им рассказывала, что основа, конечно, игры этого посадобля, почему, опять же, я знаю, потому что, когда мы играли в Испании, на самом, вернее, даже не Испании, а границы Франции с Испанией, то есть, в Испании запрещены кориды, да, а вот на границе, а во Франции нет, соответственно, испанцы такой хитрый сделали, они в таком городе Дакс, ну, потому что все смешалось, границы Франции с Испанией, во Франции уже больше испанцев на этой границе, чем французы, они, они продолжают делать эту кориду, и вот мы были участниками этой кориды, потому что у них тоже фестивали, оркестров там все, а потом у них вот эти страшные мероприятия, и там играл духовой оркестр, потому что основа, конечно, вот этого шоу, это, конечно, духовой оркестр, и они играли посадобли, совершенно разные посадобли, совершенно в других темпах, и все к определенному моменту, то есть, на самом деле, это театральные действия, было так интересно, а мы воспринимаем этот посадобли немножко по-другому. Вот, соответственно, развитие детей в эту сторону ведется, потому что со своей стороны, со своего опыта есть что рассказать, и они слушают и запоминают, а потом родители говорят, а вот они нам рассказали вот это, то есть, ну, значит, им это интересно. Вот, ну, основу духовой оркестра, я, конечно, на дисциплине, то есть, ни в коем случае, то есть, опозданий нет, жестко, жестко очень наказываю, как жестко, ну, конечно, докладные нет, но лично разговариваю, пресекаю какие-то моменты, потом мальчики, бывает, что у нас тут они хулиганят в школе, тоже такое бывает, мы тоже знаем, между собой решаем, как-то так, немножко затягиваем, потому что очень сложный возраст у детей мальчиков, 12 лет, когда они ищут себя, ищут не всегда по-хороших, иногда проходить, ну, это нормально, это, наверное, школа жизни. С огромным уважением, почему? Потому что, если медики работают над телом, то педагог работает над душой, и я считаю преступлением педагогическим, когда человек, педагог позволяет, позволяет какие-то слабости, и какого-то панибратства, при этом я не ставлю, что, допустим, вот педагог, это вот, да, ты там никто, нет, то есть, а если наступает определенный возраст, с ребенком, когда ты с ним начинаешь общаться так, как вот такая личность уже, уже созрела, то есть уже в каких-то на равных, то есть уже ты вот это, это, то есть так профессионально уже, с маленькими детьми, понятно, что ты общаешься, наставляя, то есть ты наставник, и, конечно, если ты показываешь образец, не очень, тем более я как мама могу сказать, мне очень сложно, потому что мой ребенок ходит в общую образовательную школу, я вижу, насколько педагог сейчас стал не в авторитете, и я борюсь с этим, со своим ребенком, потому что любой педагог, он авторитет, я не знаю, откуда это пошло, то ли родители, то ли сама система какая-то унизительная, когда ты за все должен в этой жизни отчитываться, и пропадает вот это вот, и я вижу, насколько дети портятся, когда они начинают просто говорить, что мне вот это вот, и вот так, и больше мне никак, неоспоримые вещи, педагог, это человек номер один, то есть это как мама, как папа, это глубоко уважаемые люди, и вот когда я последний раз летала в Казахстан, в Алмату, я, конечно, преклоняюсь перед их системой образования, то есть как они относятся к педагогу, как они относятся к родителям, мы после очередного прослушивания сидели в такой нейтральной обстановке, разговаривали, что-то обсуждали там, и подошел сын, уже взрослый, ему было за 20 лет, подошел, он пришел за своим отцом, чтобы его забрать на машине, он не подошел к столу даже, я обратила на это внимание, ну, потому что я воспитана очень строго довольно-таки, я обратила на это внимание, и спросила, я говорю, а почему, он говорит, а он не имеет права, то есть пока он не состоялся, он не имеет права, потому что он, если ему разрешат, да, он сядет, а так нет, то есть, конечно, культура, и я видела, как дети у них относятся, вот в школах, то есть каждый ребенок идет, здравствуйте, здравствуйте, я не знакомая тетя, у нас это, я пытаюсь обязательно приучить это, вплоть до того, что, ну, конечно, не в куртках, не, конечно, не в шапках, все время говорю, вы кто, военный или еврей, почему вы ходите в шапках по школе, то есть, вот это какая-то такая разнузнанность, отсутствие уважения, конечно, приводит в какой-то, ну, в общем, ставлю рамки, и играю, пусть они играют в те игры, в которые, в которых живем мы, то есть, они пришли в эту школу, в эту семью, здесь такие правила, игры здесь-то так заведено, соответственно, в жизни им это только поможет, а когда у педагога начинается наоборот, что, ой, ну, давай, проходи, садись, хочешь чайку попить, или вот давай это, и коэффициент полезного действия на уроке, там, там из 100%, хотя это практически невозможно, равен там 3%, когда они больше разговаривают, конечно, нет, то есть, я не то, что я просто вот даже вот бой бью в это все, потому что я вижу, как разлаживается, все наши дети расхолаживаются, разбалтываются, и вот еще раз повторю, что со своим ребенком я воюю на эту тему, потому что из общей образовательной школы идет какое-то дикое неуважение к педагогам, вплоть до того, что как ты можешь таким почерком писать, ты не уважаешь своего педагога, то есть, а родители как-то это вот очень сильно защищают, сейчас у нас права детей, это до такой степени, что даже как-то странно, вот, ну, наверное, вот как бы вот давайте вы вопросы будете задавать, я вам буду отвечать, если у вас есть какие-то вопросы. Ни у кого вопросов нет? Есть. Есть? Давайте. Нижан, добрый вечер, вопрос такой, сколько у вас детей в основном составе оркестра школьного? Да, вот давайте, да, смотрите, у нас получается как, что мы учимся в школу, с третьего класса, предпрофессиональная программа, у нас две программы, общеразвивающая и предпрофессиональная. Ну, как везде. Да, ну, на самом деле не совсем как бы, кто-то работает вот, по химии, ну, у нас, значит, если восьмилетка, то с третьего класса, если пятилетка, то они со второго класса идут. Вот, но каким образом? Все равно в индивидуальном, в индивидуальном порядке я все равно делаю выбор. Почему? Потому что, ну, не все могут во втором, всех разные совершенно способности. Вот, поэтому официально должно быть, у меня получается официально где-то 25, в реальности бывает и 40. А тот оркестр, а тот оркестр, который у вас с водной съезжается, сколько? Ой, вы знаете, иногда бывало даже 65. То есть, на самом деле, все желающие. И, как правило, 20 флейт может сидеть. по составу это уже, да. Да, да, единственное, то есть, как бы уже исходишь из того, как и работаешь с ними, потому что 20 флейт настроить тяжело, прикрыл. Понятно, понятно. Да, что-то делать, что-то свои специфики уже, но зато мягкость получается. Ну, вот, как бы, от того, как Бог даст, так и делаем. Понятно. Основной оркестр, я так понял, три раза в неделю, групповые занятия, но все равно один из них какой-то получается общий сводный. Смотрите, практически всегда, два раза в неделю, но практически всегда делаю сводный. Единственное, каким образом тоже делаю. Если надо групповую, а они частенько нужны, то я делаю как? Допустим, в 17.30 у меня идут флейты, 45 минут, потом сводный, а после сводного, час он идет, я оставляю еще на 45 минут медников. Потом следующую меняю, то есть, допустим, аккомпанемент, ну, как вы понимаете, у меня аккомпанемента нет, кроме ритм-секции, вот, оставляю ритм-секс, потом сводный. И я все-таки приверженец именно сводной репетиции, ну, потому что без нее совсем... Ну да, оркестра не будет, если как, если заниматься не всем. Просто тут разные ситуации, конечно, у нас, например, не получается так. У меня группы ходят, те, кто может в первую смену учиться, вообще образовательные, может прийти в одно время, те, кто во вторую, в другое время. То есть это и есть сводные, как таковые, но там нет групп, там сводные те, кто пришел. Но один раз в неделю, это как бы, по облачанию обязательно, должны прийти максимально все, кто может. Вот тогда получается, тогда и получается сводные репетиции. Ну да. Невозможно, потому что один флейтист учится в первую смену, а второй во вторую. Ну да, да, да. Поэтому тут исходишь из того, кто пришел. Получается, группа та, это только те, кто пришли в данный момент. Да. Ну у нас тоже получается, что не все ходят, не два раза в неделю. Бывает, что вот курантист один у нас есть, просто по фамилии даже не буду называть, но допустим, они заканчивают в пять часов, они не успевают физически. Да, раз в неделю, да. Вот, но все равно как бы призываю на то, чтобы учили партии, но вроде ребята ответственные. Опять же, мне кажется, поставить такой момент дисциплину все равно. То есть как с родителями, вот этот контакт с родителями, он очень важен. да, да. У нас это... В первую очередь, чтобы они понимали, что надо один раз все бросить и все. А еще ведь, еще ведь сейчас тоже бич, наверное, общий, что еще куча секций. Он... Да, да, да. У меня плавание вот во столько, я не могу во столько прийти, а это-то у меня вот там фехтование там или еще что-то, а третье там, а у меня соревнования, и вот, конечно, из-за этого. у вас, наверное, такая же ситуация, да? Такая же абсолютная ситуация. Полуоркестра спортсмены, художники, спортсмены, даже мастер спорта даже есть, так что вот. Вот так вот. Да, да. Я говорю, вам зачем? Они говорят, ну как, девочка мастер спорта, ей же ненадолго, а музыка это на... Дальше? А, да. Ну да, мы выживаем, да. Я говорю, индивидуальные, абсолютно индивидуальные подходы, но единственное, только вот репетиции, конечно, вот их никуда не сдвинешь, не подвинешь. А у нас еще в прошлый год была в субботу, и я, это еще с тех старых времен осталось, я говорю, убираем с субботы, это вообще красный день календаря, они еще на дачу уезжают. Я говорю, мне вот эти, с Пашкой Зяби, вот это вот, пятница, суббота, воскресенье, все, хватит. Мы перенесли на понедельник-четвертный, потому что это утопически, когда ты приходишь на оркестр, а у тебя место там... А у нас наоборот, я их не могу, кроме субботы, собрать ни в один день. Я им предложил на выбор, либо субботу, либо воскресенье. Родители категорически сказали, нет, воскресенье не отдадим, этот день пусть будут хотя бы дома. Субботу мы готовы пожертвовать, но два раза, кроме этого, вот по возможности, кто в первую, то вторую смену начнучится, приходит, кто-то утром, кто-то вечером. А суббота святое, это все, я говорю, как хотите, бросаете секции, игрушки и прочее, вот меня не волнует ничего, вот на неделе я могу закрыть глаза, что у вас нет. Но суббота, вот вы куда хотите, но только в оркестр. Ну вот, да, а у нас нет, у нас наоборот, расстояния большие, если в пятницу ночью уехать, уезжают все ночью, потому что вся Москва экстремально стоит, особенно в пятницу, она стоит, и ты вот из района в район можешь добираться по 2-3 часа. Да, да, да. А все же это, и поэтому в пятницу ночью все рвут, и, соответственно, никакой субботы. Вот, но зато родители готовы в четверг и понедельник привозить, конечно, как белки в колесе, все дети бедные просто, они несут субботы. Да, дети, да, да. Они, по-моему, когда уроки делают, я каждый раз удивляюсь, когда это вообще, они же везде, плавание синхронное там, спортсмены, да, так что вот. Понятно. А вот еще вопрос по репертуару. Есть какой-то хотя бы список, да, так, чтобы можно было посмотреть и что-то, например, попросить? Смотрите, ну, репертуар, список очень сложный, у меня много. Нет, ну, много-то много, но оно систематизировано как-то, потому что я не могу, например, попросить, а вот мне надо вот это, потому что я не знаю, что мне надо. Я визуально, я могу включить, послушать на Сибирище, о, вот это мне нравится, я бы это хотел. А вот какой-то есть общий такой список, или по названию я бы мог, например, сориентироваться, что бы мне захотелось. Так, ну, давайте я могу просто как бы подготовить какие-то моменты. Хорошо. Может быть, где-то куда-то закачать и ссылку вам прислать просто сразу. У меня, допустим, есть очень хорошие этюды для разыгрывания. Этюды направлены на что? На умение играть в унисон. При этом для этого действительно не требуется полный состав. Можно и, если туб уйдет, ну, и ничего страшного, да, то есть, кларнета... Но я тоже задался целью, тут собрал из старинных нот, то есть такая была школа Рунова, я ее оцифровал, собрал ее, очень полезная вещь такая для разыгрывания, там как раз, начиная с унисонов, дальше подключается уже в аккордовом изложении, то есть очень интересно. И я на ней сейчас активно так вот работаю, но она собрана была по крупицам вот из старинных таких книжек. То есть, если интересно, могу тоже поделиться. Да, это будет очень интересно. А я вот, у меня нету этого, я пользуюсь вот этими этюдами, их сколько там, 8 штук, что ли, вот они тоже на разную направленность, и они уже такие более современные, их иностранец написал. Ну, тоже, да, интересно. Да, интересно, потому что играются они легко, но настраиваться на них очень хорошо, и детям, польза, польза для умения иметь, играть аккорды, играть унисоны. Слышать, слышать, слышать друг друга, слушать. Да, полифоне, вот это все, то есть, вот это очень, потому что, конечно, конечно, духовой оркестр, это не только репертуар, это умение разыгрываться, вот я не говорила, мы тоже вот играем все эти гаммы, трезвучие, по половине, по всем, но это как бы скучновато детям, они... это не очень интересно, есть варианты, гораздо интереснее есть. Да, да, но я вот подготовлю вам тогда. Тогда почту я запишу, а дальше уже там, ну или можно в общий, в общий сейчас в чат почту написать. Да, я вот сейчас, да, почту свою прям скидываю. Да, а мы уже там дальше в дальнейшем спишемся. Да, и свой телефон вообще по любым просто вопросам, вот, потому что на самом деле ничего не жалко, лишь бы дело процветало. Да, конечно, я тоже считаю, что жалеть не надо, надо наоборот делиться. Вот, да, так, вот я скинула себя, с ней, тире, завзина, мэйл. А можно еще вопрос? Да, конечно. Да. Я вас слушаю. Снежина, у меня такой вопрос. Вот, как бы, в Москве очень много габаистов. Вы меня слышите, да? Да, да, я вас слышу. В Москве очень много габаистов, но в вашей школе, я так поняла, габаистов нет. Нет. Нет, у нас есть... Абсолютную партию этого обоя кому вы перекладываете, исполняет слейд или вы? Ну, то есть, у нас есть габои, у нас есть габои, и у нас очень хороший класс габои, правда, он совсем новый, ему буквально четыре года только, вот, но дети очень такие мотивированные, педагог вот у нас так мотивирует они, конкурсные, вот, я прям пишу отдельную партию для габои, в каких-то произведениях они играют, ну, допустим, если массивные, да, то они играют, играют вместе с флейтами, вот, если, я вот здесь, вы меня не теряйте, ладно, я просто скопирую, вот, какие-то прям отдельные партии им пишу, просто вот, чтобы, так скажем, играли, а как же иначе, вот, потому что, конечно, габои, это же у нас красные книги, хотя мы... Ну, то есть, у вас есть какие-то произведения, где инфаркты габои, сколируются? Да, есть, они нелегкие, конечно, они есть, так что, есть. Ну, понятно, спасибо, это круто, конечно. Спасибо. Вот, у кого еще какие вопросы есть? Еще какие-то вопросы есть у кого-нибудь? Я тут записываю, вы написали мне почту, вот, кому что есть можно, то скиньте ноты, да, я скину, это вот... Ну, я позвоню или напишу? Ну, да, мы... Не, можете прям действительно позвонить, и если вот... Сказать, что так и так вот. Да, вы можете даже, знаете как, вот на почту мне написать, допустим, что вот нужно то-то, то-то, я такой-то, такой-то, я обязательно скину, потому что по флейте, допустим, я же знаю сейчас много флейтистов, да, здесь, наверное, флейтисты есть, да, вот, и какие-то флейтовые ноты очень довольно-таки много, если нужно, вот, так что, я просто сейчас заполняла тут, чтобы это запомнить ваши адреса, все скинула, чтобы это, мало ли что, вроде, три адреса, да, я за это заполнила, вот, так что, спрашивайте, что еще интересно, или, а я скинула там, а я скинула, а я могу продиктовать, 905, 905, 195, 29, 50, вот, ну, впереди восьмерка, Снежана, звоните, да, да, звоните, спрашивайте, я вам ссылки пришлю, потому что ноты флейтовые, вот, спасибо большое, очень интересно, а приложения вы какие-то делаете? Ой, делаю, вы знаете, но только не, 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 это, ну, как бы в классе остается, какие-то приложения делаете? По заказу не делаете? Ой, нет, некогда, нет, не, не делаю. Для особого ансамбля. А, для флейтового ансамбля, я вам пришлю, у меня есть много ноты. Ну, опять же, может быть, не так вот прям вот очень много, но какие-то есть ноты, пользуюсь ими, играю, потому что у меня тоже два ансамбля есть, один старший, другой младший, вот, ну, опять же, я организовала их, потому что очень сильный провал в школе. А сколько в количестве? В количестве разное. Вот прошлый год у меня был младший ансамбль, почти 10 человек, вот, а старший был вот 8, в этом году меньше, вот, но из-за пандемии, потому что все-таки многие болеют, то приходят, то не приходят сейчас в этом году вообще. А сейчас вот пытаюсь, у нас сейчас каникул до 29 ноября, толком ничего не сделаешь, вот, но пытаюсь хотя бы в программе, их как-то соединять, чтобы они хоть что-то делали вместе. Вот, а так ждем, конечно, когда все это закончится, наконец, мы вернемся к прежней жизни, потому что, конечно, энергии не хватает. Дети дома вянут, они такие все вялые, энергетики нет, то есть они все дохнут просто на том, на той стороне телефона. Вот. Ну вот, кстати, насчет вялые, вы на дистанции-то с ними как-то работаете? Работаем, да, но в оркестре в основном мы работаем, мы прошлый год пытались свести, мы свели День Победы, но это держалось все на старших детях, естественно, да, плюс я туда включилась, как флитистка тоже сыграла, пытались, сделали клип, то есть каждый из дома написал, а так мы партии, мы учим партии, сдаем флона, аудио, то есть вот чисто вот таким образом. Ну, то есть разбором партии, по сути, да? Разбором партии. Потому что весной, когда все это началось, мне, по сути, оркестром заниматься не получалось, и я занимался аранжировками, а вот сейчас, думаю, уже сейчас, если это все вернется, то я думаю, наверное, перейти все-таки к разбору партии. Это будет больше пользы. Мы, да, мы... Единственное, что сводить их потом, я не знаю, я пытался играть с учениками, сложно, не стыкует. Вот, да, ну вот мы как делаем, мы через программу, у меня там есть определенные дети, которые этим занимаются, да? Программу записываем основной костяк и отсылаем им. И вот они под это записывают в этой же программе себя. То есть, ну, наслоение там. Да, 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 наслаивают, наслаивают. Наслаивают, да, ну, в принципе, ну, более-менее, ну, опять же, это только старшие дети, младшие вообще не фокусированы. То есть, их собрать, с ними партию ты разбираешь, тут сидишь дистанционно, как... Ну, да. Понимаете, 40 человек за 3 часа, это нереально, то есть, многие... Так вот, вот, опять же, к этому, тоже к этому возвращаемся, что есть определенные же тоже часы, по часам, я не могу за эти часы с ними заниматься, это я тогда неделю буду с ними, один оркестр. да, да. Как? Аудиозапись, вот, у меня, ну, как бы индивидуальный подход, то есть, аудиозапись они присылают, либо видео. И понимаю, что есть дети, которые действительно, ну, сами справляются с этим, да, а есть дети, которые никак, я с ними выхожу. Ну, недолго, конечно, не 45 минут. Ну, это понятно, да. Сижу, вот, да, то есть, сижу, то есть, индивидуально совершенно, выживаю просто, вот, как можно, выживаю. Мы все так, Как все, наверное, так же. Да. Какие еще у вас вопросы есть? Да, ну, вроде вопросов, кто-то вот тут у меня тоже ноты просит. Вот. Да, у вас тоже просит ноты, Ну, я сейчас тогда напишу тоже свой адрес, чтобы, мало ли, вдруг кому-то вопросы ко мне будут. Ну, да, потому что все-таки, вроде как бы много людей, которые за это радеют и готовы отдать, но мы не знаем их. Жанна Владимировна, а можно наглый вопрос? давайте наглый. Дело в том, что я из Хантамасийского автономного округа, город Когалы. Так. И вот вообще присутствую на курсах, и вот мне посчастливилось попасть с учащейся, с моего класса, принять участие в конкурсе Должикова. Да. Вот. Очень рада со всеми вами познакомиться, очень интересно все, что вы рассказываете, что так рада, что вы делитесь с нами, литературой, и вообще здорово. И вот хотелось бы спросить, так как мы на дистанционке, и вот сегодня у нас буквально вот в городе прошел городской семинар развития музыкальных способностей, и вот вообще как бы реально было бы, чтобы вы как флитистка, например, если бы мы собрали несколько городов флитиста, чтобы вы мастер-класс нам провели. Да, конечно. Это вообще как-то реально? Да, совершенно реально, возможно. То есть я с удовольствием... Ну, например, может быть, с учащицей или... Да, ну, со своим сыном могу. Это как-то оплачивается или каким это образом? Не, ну, на самом деле я могу и так провести, это лишь бы это было... А, флитист, да? Ну, важно. Если вы соберетесь, то, пожалуйста, потому что на самом деле есть как бы что сказать, потому что, ну, я вам уже и говорила, в основе все-таки я как бы флитист. Вот, потому что я это люблю очень дело, и я разбираюсь, ну, как бы стараюсь в этом вариться, и начинала точно так же, как, наверное, я из региона, и выживали мы как могли. Отсутствие информации полное было, то есть учились, открывали для себя. Я училась вообще два года в училище музыкальном, последний, третий, четвертый курс, когда у меня педагога просто не было. Вот, он был прекрасный, но он был все время в отдаленных запоях. Вот, ну, это 90-е, все это как-то вот. Проблема большинства. Да, 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 и поэтому мы учились как могли, как могли, я понимала абсолютно, что я делаю не то, не так, но я не знала как. Вот, и всю жизнь вот работы там в музыкальном училище, я училась и заканчивала консерваторию, я все время что-то искала, учила. И, конечно, вот моя методика, она, конечно, основана на методике Должикова, да, но со стороны региона. Потому что я знаю, как изнутри это выглядит, из каких... Сами у Должикова и системы Должикова вы не владеете, да? Я, не, я владею абсолютно системой Должикова. Вы не учились у ученика? Я, нет, я именно владею этой системой, потому что училась я именно вот по этой системе, по методике уже позже консерватория, когда все закончилось. У Должикова? И поэтому, конечно, я, когда стала учиться этой семь, я себя полностью в 28 лет все перекроила. Это было ужасно, это вообще просто вот с головы на ноги, то есть это было очень сложно, и это был очень долгий этап перехода. И переучилась немецкая система на французскую, то есть все, я все, в полном объеме всю перестройку я прошла. Вот, поэтому я исключительно учу именно методикой Должикова, вот, но я знаю, что происходит в регионах, потому что сама я как бы была методистом и вот в этих регионах, и поэтому я ездила и много, и, ну, я знаю, что происходит просто, наверное, да, поэтому у меня подход такой, так скажем, изнутри, то есть я не являюсь его ученицей изначально, поэтому мы все переделаны, перешиты, перерезаны, то есть вот таким вот образом, поэтому вот, ну, я могу, да, конечно, также в зуме можно сделать, и вместе, сын у меня флетист, он маленький как раз, ему 10 лет, я могу вместе с ним через экран мы можем провести... Он сейчас, наверное, принимал участие, да? Да, он принимал участие, он, единственное, он у меня по видео принимал участие, ну, потому что мы не стали, я не стала просто... очень сильные ограничения, потому что... Ну, могу прислать его записи, очень сильные ограничения, потому что нам до определенного времени в школе надо заканчивать с определенным количеством, поэтому мы с Олегом даже не стали выставлять наши... Он, нет, он в группе А, он еще мать. Да, ему, ну, 9 лет ему, 9, вот, 10 ему... Поэтому ему 9 лет, вот. Да, и только-только вот исполнилось, он маленький мальчик, в общем, наверное, не очень желающий играть на флейте, ну, потому что флейт круглые сутки дома, вот, а потом мама же... Ну, вы его... Он у вас учится или у кого-то? Он учится у Эллы Должиковой, не у меня, но практически, так как я флетистка, он... Ну, да, то есть он, он как бы весь при мне, и поэтому он, ой, вот так вот все время, то есть мама, я сам все знаю, отстань от меня и так далее. Ну, вы сами понимаете. Тяжело это, когда в семье музыканты, родители музыканты, и, не знаю, сталкиваются с этим, то есть... Очень понимаю. У меня у самой мама музыкант. Вот, ну, в общем, как бы ему нравится, ну, в то же... Может быть, больше повезло, может, меньше. Как? Что, что вы сказали? Я говорю, у меня мама тоже музыкант, ну, честно, мама говорит, тоже музыкант, может, не знаю, больше повезло, может, меньше, она пианистка, но все время пыталась с пианистическими своими штрихами, своими отработками, меня на флейте заставить так же раззаниматься. Помню, это ужасно было. Да, да, и вот это, понимаете, то есть он, ну, то сыграть нет, не так, надо вот так вот. И он... Да, ну, то есть детства нет, на самом деле, так бы вот прожить его, как в обычной семье, когда вот я как жила, у меня не музыканты, родители, и я играла, и мне, в принципе, как бы, ну, нравилось, но в то же время я не была фанатом таким, уж прям диким, но мне нравилось, вот, но получается, что они, а им не очень нравится, потому что мы все слышим, вот, а мы для своих родителей были такие, молодец, как ты играешь, и я помню, всем нравилось, то есть я флитистка, все это было так, ох ты ж, то есть, а у них нет такого, мне их жалко, с одной стороны, но с другой стороны, все время говорят, как тебе повезло, я говорю, сколько детей вот просто идут слепую, кто-то не знает, кому-то не подскажет там, кто-то не... А у тебя у станка просто, вот стоишь у колодца, и грешной не напиться-то, я говорю, по поводу всего, разбора нот и так далее, я говорю, это же... Ну, в общем, вот. Если вы видели на... в этом... Элла Олеговна скидывала в соцсетях, а вот даже, кстати, по-моему, на сайте выставлено с карусели две записи на главной странице, вот там один из них, мой сын, политист, который... Если что, вот с ним я могу вам показать, что мы делаем. карусели... Да, вот на канале карусель была запись гурятов, конкурс. Если скинете, вообще буду очень рада. А вы, а вы заходите на благотворительный фонд Должикова, и на главной странице вот есть прям вот эти два видеоролика. Вот, и вы увидите, я вот... Ну ладно, хорошо, я посмотрю. Да, и вот сейчас я прям вот... Я вам, может, прям даже ссылку скину, и вы вот можете посмотреть, то есть... Ну, он там, правда, больше разговаривает, но в любом случае... Вот он, да. Сейчас. Ну, в любом случае это что-то говорит. Вот с ним я могу, он так, в принципе, вариант нормальный. Вот, ну, как все пацаны. Вот, ссылку я скинула. Вот, если что, посмотрите. А как мне теперь это скопировать? А? Не знаю, как. Это я вот, я вот, я вот вас копирую в... 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 Ну, прям вот фон Должикова и главной страницы вниз прокрутили, и там вот две ссылки. Вот один из них, вот флитист, он... Вот с ним могу его провести, потому что он исключен по методике Должикова со всеми этими упражнениями, с тем, какие требования по Москве, какие требования, в принципе, потому что это очень важно знать, потому что более-менее способный ребенок, мы его сразу стараемся лучше ему отдать и отправить его в Москву, да, и чтобы жизнь у него как-то задалась, и учился, и в принципе облегчить ему дальнейшее существование. Вот эти все тонкости, как бы, я это все знаю, потому что я в этом кручусь и учу его по этому, как он должен играть. Он учится в четвертом классе, при этом он играет на флите третий год, потому что в первом классе он учился в другом заведении, вот, потому что как хоровой он учился, он был небольшого роста на флите, а потом вот мы, я его перевела в эту школу, где Илла Олеговна работает, и он там стал, поэтому третий год на флите, но вот я могу сказать, что, конечно, он не, ну, так скажем, не сверхъестественный, что-то там, способностью, но с головой, с головой, с точки зрения, ну, понимает, что делает, да, но при этом, конечно, как мальчик, понятно, ребенок, в любом случае, ребенок, да, ему все это не упало, понятно, вот, но, допустим, вот гаммы, вот я его как, чтобы соответствовали классу, то есть он играет все гаммы до четырех знаков, вот такой момент существует, мы исполняли на Должикова хорошее настроение и пьеро, вот он выучил, а готовили мы хорошее настроение и демерсман вариации на тему венецианского карнавала, вот это детские вариации, мы вот их готовили, но так как мы это весной уже все, мы сменили программу, естественно, вот, еще он играет, а это келлер, а, келлера, да, келлера, вот и пьеро, то есть такая, и он играл вообще под минусовку, то есть так как мы быстро и засели домой, мы не успели записать, и нам концертмейстер сделал минусовку, и была трудность именно вот в этом, потому что много очень приходилось, если еще в хорошем настроении, это не сложно, то в келлере там какие-то проигрыши, сдвиги темпов, вообще в принципе, как бы играть под машину тяжело, да, вот, и могу сказать, что мы так много времени на это, даже один день, я помню, пришлось заниматься 8 часов им, чтобы все это состыковать, вот с дирижированием, совсем, то есть у меня своя методика обучения детей, как разбирать тексты, как, ну, так скажем, наверное, я грубо говорю, моя, потому что на самом деле, наверное, сведенная со всего того опыта жизненного, который у меня есть, потому что у кого-то я одно взяла, у кого-то другое, у кого-то третье, я как бы вот компоную, то есть, потому что, как бы, у всех индивидуальный подход, но выработался такой вот уже, как бы, методик, по которой я именно преподаю детям, чтобы самой себе потом облегчить жизнь класса к четвертому-пятому при разборе текста, например, при изучении аппликатуры для флейта, то есть очень много тонкостей, которые, ну, есть что сказать, да, потому что опыт большой уже, наверное, и я постоянно что-то узнаю, мне интересно это, как, что, чего, какие-то вещи беру, потому что могу сказать такой момент, сольфеджио у нас, конечно, на низком уровне, вообще, в принципе, когда мы живем, опять же, не везде, не везде, но в большинстве случаев я не встречала еще, в регионах, вот так, в единичных городах, могу сказать, где Воронежи хорошие, опять же, только в спецшколе, вот, а так в основной массе, конечно, очень неподходящие сольфеджио, то есть, слабые, слабые очень, и это очень мешает мне, как педагогу, обучать детей, вот, потому что это все время, дамок, я все время спотыкаюсь от того, что они восьмое четверти не отличают, интонировать, не интонируют, а все-таки первый предмет в музыкальной школе, это не флейта, это не специальность, а сольфеджио, все же, потому что даже мне очень нравилась вот прежняя система обучения, когда мы учились, и я еще была студенткой училища, у нас, как училась, два года на фортепиано учится, на третий год идут на флейту, то есть, на флейту раньше девяти никто не шел, то есть, он приходит ребенок, и он уже с мозгами знает, где нота написана, где, там, какой штрих, где какие эти, то есть, какие-то моменты устные, образовательные, он уже знал, а флейта уже вторично, а тут, понимаете, флейту ставишь, пальцы не видно, рук не видно, ничего не видно, какая-то аппликатура валится, еще какое-то дыхание, а тут ноты, то есть, у них, конечно, происходит вообще, жизнь проносится просто, бедная. Да, да, то есть, это кошмар, поэтому я, конечно, специфически так учу, вот, у меня параллель четкая, то есть, флейта это одно, ноты это другое, прежде чем мы идем к нотным текстам, ой, прежде чем мы играем пьесы на флейте, мы сначала ритма с логами, нотами стучим, поем и пляшем, и только потом, когда они мне сдадут наизусть, пропевая и простукивая, ну, в первый класс, только потом я уже их, они это играют на флейте, вот, поначалу это тяжело, может быть, дается где-то что-то, потом они дирижировать начинают, там, с третьего класса уже, то, что они, вот, но дело в том, что это так облегчает жизнь, потому что, на флейте, что тогда получается, я отрабатываю длинные звуки, эти толчки, то есть, основные, на чем базируется, на чем базируется, штриховая культура игры на флейте, да, то есть, легаты, это длинные звуки, толчки, это стакката, то есть, я сразу им базу такую даю, а потом, а потом и гаммы, то есть, вот основное, что мы делаем, и читка с листа, это у нас и чудо, то есть, у меня прям сборник, я ставлю, им рассылаю, и мы читаем с листа постоянно, вот, а потом уже, вот, пьесу они разбирают, дирижируют, поют мне, ну, там, или стучат в первом, втором классе, как я говорила, а потом уже, как они именно здесь звучат, они играют на флейте, и на флейте они ее сразу играют, потому что в голове сидит уже схема, что, чего, какая нота, что, а потом они просто уже думают о публикатуре, вот, поэтому, как бы, такой двойной, да, я обхожу тем самым, тем самым обхожу каким-то образом сольфеджио, вот, потому что, конечно, сольфеджио, это критично все очень, я прям вот недовольна, и постоянно говорю об этом, потому что, ох, вообще неграмотные, то есть, каждый раз, по-моему, у них сольфеджио хорошо получается, только потому что на флейте мы это включаем, потому что, даже вот мой сын, да, вроде учится, вроде как бы даже спецшкола там, понимаете, приходят и им задают, допустим, доминант септу с разрешением, я у него спрашиваю, а вам на уроке вообще давали его? вам объяснили, что как? Он на меня смотрит, он, конечно, мальчик еще, понятно, не прилипал, так скажем, на уроке, но смотрит на меня, я не помню, но, понимаете, образование должно так рассчитано быть, я вот как мама, я понимаю, как, я как педагог, если у меня ребенок, ну, не догоняет, или еще что-то, не собран, рассеянный, что я сделаю? Я распечатаю, каждому распечатку, заведу тетрадку для правил, и впечатаю, и вклеиваю, и с меня как бы требования какие, я вам все сделала, да, ваша задача какая, просто выучить, а здесь получается, разбирайтесь, то есть, и, ну, я-то понимаю, что я-то мама, музыкант, а те, кто не музыкант, мне вот их жалко, честно могу сказать, вот, поэтому, я все беру на себя, я делаю все, и мой сын, родители тоже бывают? Родители что бывают? Разные тоже бывают, есть, которые прямо с детками разбираются, ну, вот у нас, например, да, да, прям, вот им, когда, да, для правил даешь, они все с ними проучат, выучат, ребенок придет, выучен, и все готово, а другой, вообще даже не откроет, и как звать не знаешь. Да, 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 это да, это, бывают даже дети, которые вроде даже не хотят вообще в этом участвовать, я хочу, чтобы он был самостоятельный, ну, что, я, да, я тоже, я говорю, ну, тогда. Надеюсь, мы тогда с вами свяжемся в ближайшие годы. Да, вы мне звоните, я всегда доступна, вы мне звоните, пишите, я с удовольствием помогу вам. Вот там есть, да, вайбер. Да, все, все есть абсолютно, так что, спасибо вам большое. Большое спасибо, очень. Да, спасибо, всего доброго. Спасибо большое, спасибо, до свидания. С удовольствием, время заканчивается. Да, мы закончили уже, да, Константин, спасибо. В любом случае, всем спасибо, Снежанна, Снежан Владимирович, вам тоже большое спасибо, коллеги, всем большое спасибо, всего хорошего. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо.